Тюльпанчик, третий детский сад, построенный на территории развивающегося микрорайона областного центра Старого Аэропорта. Все учреждения для дошколят выросли в последние годы и отвечают самым современным образовательным стандартам. На этом акцентировал внимание участвующий в церемонии открытия детсада руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов. Это на самом деле одно из самых современных дошкольных учреждений, которое появляется в Российской Федерации и появляется в Брянске. Мы с вами помним совсем недавно еще времена, когда детские садики закрывались, потому что некого было туда вводить. А именно программа демографического развития, поддержки нашей стране, которая стартовала в 2007 году. Сегодня мы видим, что первоклашек приходит в два раза больше, чем выпускников. И поэтому необходимо строительство новых детских садов, ясельных групп. Очень здорово, что именно здесь будет ясельная группа для детей до трех лет. Это крайне важно, потому что это поддержка, конечно, семьи, чтобы иметь возможность ребенка отвезти в такие группы. Что очень важно, это в регионе поддерживается, конечно, достаточно на высоком уровне возможность вводить детей в детский сад. Я имею в виду в той ценовой политике, которая предоставляется регионам. Когда родители, конечно, могут заплатить такие деньги, которые позволят ребенку находиться в таком дошкольном учреждении, нормально питаться, нормально развиваться, получать современное развитие в современных уже условиях таких замечательных учреждений. Я желаю всем здоровья. Хочу пожелать развития этому замечательному микрорайону, чтобы появлялись новые дошкольные учреждения, чтобы появлялись школы, чтобы наши дети получали современное, хорошее, замечательное образование. И, конечно, я желаю здоровья и поддержки администрации региона, администрации города, потому что они, конечно, делают все для того, чтобы участвовать в программах и город развивался. На Брянщине один за другим вводятся в строй детские сады и пристройки для групп самых маленьких дошколят. Регион, что называется, набрал темп строительства объектов социальной инфраструктуры. Количество новых мест в детсадах Брянщины, появившихся в последние годы, сопоставим со столичными регионами страны. Микрорайон сегодня очень быстро развивается, застраивается. И мы здесь сдали и школу на 1225 мест. Сегодня сдаем третий детский сад на 270 мест, а всего построено на 810 мест. И, конечно же, в этом микрорайоне нам необходимо еще и строить и детские сады, и школы. И я, конечно же, и пользуясь случаем, и надеюсь, что наши депутаты в Государственной Думе, которые будут избраны в новый состав Старственной Думы, и Сергей Иванович Неверов, который сегодня представляет Брянскую область в списке на предстоящих выборах, они нам окажут сельское содействие, чтобы в данном микрорайоне была построена еще ни одна школа и ни один детский сад. Ну а мы, власть, конечно же, будем делать все, чтобы выполнять те поручения президента нашей страны по созданию современных достойных мест в детских и дошкольных учреждениях и образовательных. Вот если взять предыдущие два года, то мы в Брянской области построили и ввели в эксплуатацию более двух тысяч, а если точно, то 2235 мест в детских садах. Половина из них – это дьясинный групп. И почему нам это удалось сделать? Потому что мы первый регион России, в котором было подписано соглашение с Министерством просвещения, где мы строили на паях 50 на 50. 50 – это были федеральный бюджет, а 50 – у нас областной бюджет, порядка миллиарда рублей. Но тем самым у нас была программа по средствам «Ясель», а мы строили детские сады «Ясли». Потому что «Ясли» – это одноэтажное здание, а детский сад «Ясли» – это двухэтажное здание. Это намного дешевле, намного дешевле, эффективно, и мы создали больше мест. И вот нам что удалось, у нас минимальная стоимость одного места была 500 тысяч рублей, а средняя – 738 тысяч рублей – это самая низкая цена одного места по всей России. Вот я все время говорил, говорю, что задача власти – это не только получить федеральные деньги, но их еще правильно и рационально использовать и сделать как можно больше тех социальных объектов, тех же дорог, тех же школ, тех же больниц, тех же поликлиник, спортивных объектов, для того, чтобы нашему будущему, нашим детям создать хорошие современные условия, ну и нам уже, старшему поколению, спокойную старость. Так что я вас от всей души поздравляю с этим замечательным праздником, всем здоровья, счастья и все-все самое хорошее. Это самое лучшее, что может быть, когда мы уверены в нашем будущем, наше будущее в наших детях, а их достойное будущее – это, конечно, язельки, это, конечно, садики, это, конечно, школы. Мы все хотим, чтобы у них была большая, светлая и счастливая дорога. И это, конечно, один из очень важных кирпичей, который будет лежать в основании того здания, которое построят они для себя, для будущих поколений, как справедливо выразился Александр Васильевич, для нашей спокойной старости. С праздником! В детский сад «Тюльпанчик» придут 270 дошколят. По программе национального проекта «Демография» на строительство поступило 200 миллионов рублей. Оборудован детсад так, что воспитателям можно работать по любым доступным образовательным программам. Основная образовательная программа строится на программе детства. Мы – третий сад города, который пошел по этой программе. Плюс мы большое внимание уделяем программе воспитания, о которой говорят много министр и президент. В нашем саду основное направление уделяется социально-коммуникативному развитию детей и плюс все остальные направления ФГС – это познавательное развитие, художественно-эстетическое, музыкальное развитие, физическое развитие. Как оборудованы кабинеты, залы, комнаты для детсадовских групп – в день открытия показали гостям. Эта группа рассчитана для детей раннего возраста. Она оснащена всем необходимым гидартическим материалом, мягкими модулями, пособиями, художественной литературой, игрушками. Спортивные залы для развития малышей разного возраста, для развития логического мышления и расширения кругозора куплены интерактивные пособия. Естественно, во время занятий все проговаривается, каждый предмет называется. Если ребенок выбирать неправильно, попробуй еще. Особая гордость воспитателей – интерактивный локопедический кабинет. Занятия по коррекции речи будут более занимательными. Процесс – увлекательная детская игра. В новом детсаду малышей будут учить плаванию. В штате – мастер спорта. Оборудован кабинет научно-исследовательской деятельности. С двух с половиной лет дети будут налаживать контакт с роботами. К первому классу научатся собирать и программировать несложные умные машины. Для этого есть полный комплекс по формированию у малышей основ программирования. Для дошколят созданы комнаты психологической разгрузки. Совсем юные натуралисты сделают свой ботанический сад. Шашки, шахматы, уроки финансовой грамотности – все это тоже будут преподавать в тюльпанчике. И, конечно, особое внимание к качественному здоровому питанию. Пищеблог в детском саду – свой. После официального открытия начнется прием документов в детский сад. Многие родители будущих воспитанников уже пришли, чтобы посмотреть, в каких условиях станут заниматься дети. Я здесь и старший воспитатель, и будущий родитель. Я с удовольствием отдам сюда своего ребенка, потому что здесь среда вся для детей. Здесь организованы игровые зоны, прогулочные зоны. Поэтому, да, с удовольствием я сюда приведу своего ребенка. Строительство детских садов на личном контроле губернатора Александра Богомаза. Только за последние два года в Брянской области создано 2225 мест в дошкольных учреждениях, в том числе для детей ясельного возраста. Брянщина – активный участник программы по созданию мест в дошкольных учреждениях. Сейчас на завершающей стадии еще три детсада на 600 мест. За два года по нацпроекту «Демография» на это было направлено 741,5 миллионов рублей. Очередь в детские сады в нашей области ликвидирована. Об этом с благодарностью говорили родители брянских малышей. Спасибо! Здоровья вам! Спасибо за работу! Наталья Будник, Александр Власов, Виктор Левченков. События. Брянск.